Решим следующую задачу под номером 77338 из открытого банка заданий ЕГЭ по математике. В общежитии института в каждой комнате можно поселить 4 человек. Какое наименьшее количество комнат необходимо для поселения 83 иногородных студентов? Всего 83 человека. Для того, чтобы узнать, сколько необходимо комнат, нам необходимо общее количество людей разделить на количество людей в одной комнате. То есть 4 человека в комнате, значит надо 83 разделить на 4. Давайте деление осуществим следующим образом. Во-первых, запишем в виде дроби. То есть 83 мы делим на 4. Во-вторых, 83 представим как 80 плюс 3 и разделим на 4. А теперь почленно делим 80 на 4 и 3 на 4. И запишем их сумму. 80 делим на 4. Получится 20. И плюс еще 3 четвертых. Ну или можно было записать так 20 целых и 3 четвертых. Что это означает? Вот это как раз мы получили количество комнат, необходимых для поселения всех 83 иногородных студентов. Что это значит? Вот это число нужно теперь округлить до целого числа в большую сторону. То есть записать результат деления с избытком. Это значит, что мы должны округлить до числа 21. Почему? Потому что если мы возьмем 20 комнат, то у нас еще 3 человека, 3 студента останутся без жилья. То есть получается, что для трех человек нужна будет еще одна комната. Вот для того, чтобы это увидеть по-другому, мы уже на прошлом занятии об этом говорили. Давайте еще раз я покажу вот тот способ. То есть давайте запишем результат деления следующим образом. То есть всего 83 человека и 83 после нашего деления мы увидели, что можно представить как 20. 20 же целых. 20 умножить на 4. То есть на то число, которое мы делили на делитель. И плюс еще остаток. В остатке 3. Ну действительно, действительно так можно представить число 83. Почему? Потому что 20 умножить на 4. Это будет 80 человек. То есть в 20 комнатах разместить можно 80 человек. Да еще останется вот эти 3 человека. То есть получается 80 плюс 3 действительно будет 83. То есть то число, которое было первоначально. А теперь видно, что в 20 комнат нам будет недостаточно. У нас еще останутся 3 человека. То есть мы должны вот на эти, для этих трех человек добавить еще одну комнату. То есть получается 20 комнат для того, чтобы разместить 80 человек. Да плюс еще одна комната. В итоге получается 21 комната. То есть да, действительно пришлось округлить до целого числа в большую сторону. Такое деление называется, результат такого деления называется деление с избытком. В ответ мы запишем число 21. Ответ. 21. 22. 22. 24. 26. 21. 29. 21. 27. 70. 21. Продолжение следует...